В последние годы история становится очень важным элементом нашей российской идентичности, нашей культуры. Теперь уже всем понятно, что без усвоения истории, без её опыта и традиций, мы не сможем построить и развивать процветающую Россию. Но это важно и для того, чтобы сегодня современное поколение, особенно молодёжь, понимало, как важно знать историю, чтобы развивать Россию сегодня и чтобы обеспечить её прекрасное будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день! Рады приветствовать вас в столице Соловьиного края, в городе воинской славы, в древнейшем городе Курске. Мы находимся в историческом центре нашего города, в том месте, где река Кур впадает в реку Тускать, где много столетий назад располагался форпост дренерусского государства Курская крепость. И сегодня мы попытаемся выяснить, а знают ли историю нашей страны жители и гости города Курска? Здравствуй! А ты знаешь, какой праздник отмечается 9 мая? День Победы! А кто кого победил, знаешь? Наши солдаты! Победили немцев! Спасибо! А ты знаешь, кому посвящен этот память? Александру Невскому. Русского полководца, который разбил шведов на немецких. А сейчас мы спросим у курян, знают ли они, когда Курск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков? Ну, в 43-м году, по-моему. В 41-м году Курск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, но 8 февраля 1943 года в ходе кровопроводительных сражений Курск был освобожден. Каких царствующих представителей дома Романовых вы знаете? Ну, я знаю, что Романовы это от Петра до Николая, то есть это Петр, Екатерина, Елизавета, Александры. Ну, те, кто был до Петра, я затрудняюсь ответить. Каких царствующих представителей дома Романовых вы знаете? Ну, конечно же, это Иван Грозный и Николай Второй. Вы знаете глав нашего государства после смерти Сталина и до нашего времени? Ну, Сталин, потом Хрущев. Брежнев, Чекурненко. Нет, Андропов, Черненко, Горбачев. Ельцин, Путин Медведев. Путин. Считаете ли вы важным знать историю своей страны? Ну, я думаю, что любой уважающий себя человек должен знать историю своего государства. Да, я считаю, что историю изучать важно. Историю изучать важно, так как без прошлого нет будущего. Да, я считаю, это важно. Россия имеет богатую историю, и я считаю, что каждый русский человек должен ее знать. К сожалению, проблемы очевидны. Но кто, если не мы, молодые, целеустремленные, будущие профессионалы-историки, изменит положение? Пробудем интерес к родной истории. История России. Твоя история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова